Добрый день, друзья! На фасаде Московского университета МВД России после ремонта поменялась надпись. Было «Служа закону, служу народу», а теперь стало «Служу России, служу закону». Было народу, стало закону. А кто и как пишет и принимает законы в нашей стране, вы и без меня знаете. Только за прошедшую неделю были задержаны, якобы за причастность к наркотикам, две матери. Матери тяжело больных детей выписали препараты, недоступные в России, и на почте там их уже поджидали люди в погонах. Эти препараты в нашей стране считаются слишком опасными. Тяжелый бред происходящего и проблемы матерей, уголовное преследование побудило их написать обращение к президенту. В последнее время, что уж греха таить, такие обращения заканчиваются ничем. Помогите распространить материнский призыв, пусть люди знают, что и как происходит в нашей стране. Итак, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от матерей детей-инвалидов. Открытое письмо. Мама больного ребенка всегда находится в поиске. Лекарств, денег, узких специалистов, смысла жизни. И в этом жестком ритме бытия происходит колоссальная закалка материнских нервов. Вывести такую женщину из равновесия довольно сложно. Но мы, матери детей-инвалидов всей России, встревожены сложившейся ситуацией и просим вашего личного участия, Владимир Владимирович. Когда у ребенка случается эпилептический приступ, ему очень больно. Он не дышит, синеет, выгибается. И такая же судорожная реакция в этот момент происходит в голове матери. Как помочь ребенку? Где найти лекарства? Меняются схемы противоэпилептических препаратов, врачи-эпилептологи и даже видоизменяются сами судороги. Но не проходят. И вот, когда испробованы все разрешенные в России фармакологические средства, мать, руководствуясь мировым опытом лечения эпилепсии, предпринимает отчаянный шаг. Приобретает незарегистрированный в Российской Федерации препарат. Но мать покупает не психотропное вещество, она приобретает надежду на избавление от боли. И ребенку становится легче. Он начинает спать и улыбаться. К сожалению, не всегда часто судороги возвращаются. Эпистатус, реанимация, больница. На помощь приходят врачи. Обычно это самоотверженные и сопереживающие люди. А теперь о самом главном. После инцидента с препаратом Фризиум в безжалостную ловушку попали и родители, и врачи. Мать просит лекарства для ребенка. Врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает названия незарегистрированных, но действенных лекарств. Ведь у него тоже есть ребенок. Владимир Владимирович, просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире. Когда произошла первая история с ректальным диазепамом, мы, мамы, затаили дыхание. Второй случай – встревожились. Что будет дальше? Ну не на митинг же нам выходить? Мы не можем. Нам нужно детей лечить. С надеждой на понимание Натальи Анатольевна Дмитриева, мама Варвары Дмитриевой, 12-12-2015 года рождения, диагноз – фокальная эпилепсия. Город Новый Уренгуй. Открытое письмо подписали 82 мамы почти из всех регионов России. А на этом у меня все. Друзья, надо держаться вместе. Распространите призыв матерей, детей-инвалидов. До скорых встреч. Добрый день. Добрый день. Добрый день.